Гектары чиновникам в Черновицкой области землю на берегу Днестра втихую выделили не ветеранам АТО, а депутатам и судьям. Куда смотрели правоохранительные органы и что в свое оправдание говорят местные власти? Расскажет Ольга Поломарюк. Объявление о продаже земли возле Днестра жители села Кормань увидели в интернете. Никислава предлагал купить участок за 5,5 тысяч долларов. Пропонуют послуги 143 тысячи гривен или 5,5 тысяч долларов. Они находятся в межах водосховища, 50-60 метров до него. Есть государственные акты, выгодные, все, как должно быть. Местные жители говорят, что уже десятки лет здесь сельское пастбище. Кто дал разрешение на продажу и приватизацию? В сельсовете отвечать на эти вопросы отказались. Тогда селяне решили провести расследование. Мы взяли эти списки. Например, я не увидел ни одного прозвища в этом списке, чтобы они были местные жители. Есть информация, что это жители области, района, работники правоохранительных органов, администрации. Всего в списке 70 участков общей площадью более 10 гектаров. И все исключительно на берегу Днестра. Наши депутаты начали с нашей головой тоже приняли, сделали сессию, приняли решение, чтобы было 4 гектара земли, тихо, лихо, так вот забрати с собой и раздать всю остальную землю районным чиновникам. Мы там не знаем. Вот это буквально люди знали и уже поднялись. Возмущенные селяне вышли на акцию протеста. Увидев толпу, чиновники и администрации срочно собрались на совещание. Начальник районного отделения госгеокадастра отчитывается. Новых владельцев участков не знает и пеняет на председателя сельсовета. Дескать, именно она распоряжается землей. На этой земельной отделке есть решение сессии сельской рады, что они дают сгоду, чтобы всем людям передать власть. То есть без сельской рады никакого решения никто не принимает. Причастна к этому сельский голова или нет, узнать нам не удалось. На рабочем месте ее не оказалось. Разобраться ситуацией пообещали в прокуратуре. То, что сотрудники могли получить участки, там не исключают. Я понимаю, что вы問, что у меня там земельной отделки нет. По их работникам, но я сомневаюсь, что они как работники могли получать землю. Могли и граждане получать землю. На данный момент у меня нет информации. В районе уже собирают инициативную группу. Активисты уверены, выделение земли не обошлось ни без сотрудников госгеокадастра, ни без сельского головы. Они намерены докопаться до правды и наказать виновных. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. Ольга Поломарюк, Игорь Рига.